Золото, серебро, бронза, 85 медалей на международных чемпионатах, кубках и первенствах. Таковы достижения наших атлетов за прошлый год. Имена бобруйчан известны на мировом и европейском Олимпе. Найти себя в спорте по силам каждому. В городе развивается 24 вида спорта, из которых 21 включен в программу Олимпийских игр. Сегодня подготовкой спортивного резерва занимается 184 тренера-преподавателя. В Бобруйске функционируют 10 спецучреждений. На базе шести учреждений общего среднего образования организована работа восьми специализированных по спорту классов. По восьми видам спорта. Это плавание, легкая атлетика, тейквондо, гонбол, волейбол, теннис настольный, футбол и хоккей шайбой. В последующем я обращаюсь к руководителям спорта. Необходимо совместно с учреждением общего среднего образования продолжить эту практику организации спецклассов. Сегодня перед городом стоит задача закрепить позитивную динамику в развитии спорта и привлечь к здоровому образу жизни как можно больше молодежи. В Бобруйске для этого есть все. От бассейнов и стадионов до грибных баз и воркаут-площадок. Всего 44 спортивных сооружения. Заслушав доклад Михаила Свистунова, градоначальник сделал акцент на состоянии спортивных площадок во дворах. Многие из них пустуют, а подростки заняты вредными привычками, компьютерными играми и гаджетами. Каждая сегодня площадка, она должна быть охвачена. Охвачена в первую очередь вами, а второе, наверное, самое важное, может быть, наоборот, первое, именно чтобы на этой площадке были дети. Для них они и построены. И вот это сегодня основная цель и задача для того, чтобы вы это делали. Стоит отметить, что с сегодняшним стартом вторых европейских игр следить за спортивными баталиями можно будет на фан-зоне. Ее организовали на стадионе имени Прокопенко. Во время трансляции будут организованы фудкорты, фотозоны и развлечения. Напомню, на крупнейший мультиспортивный форум прошли отбор 13 бобруйских атлетов.